Друзья, всем привет! С вами снова Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем возрождать глину флёр. Вот такая у меня глина была и есть. Она у меня очень долго лежала, все как-то я не решалась с ней начать работать и я вам сейчас покажу в каком она стала состоянии. Она очень сильно испортилась, из нее вышла вся влага. Вот такая она почти прозрачная. Я в интернете нашла способ, как ее можно восстановить. Способ очень легкий и мы сейчас с вами будем его пробовать. этот способ. Я покажу, что для этого нужно. Она вообще дубовая, она не мнется, как видите, она чуть-чуть с трудом, но она жесткая и она стала такой полупрозрачной. Нам нужно разрезать ее на кусочки, обычным ножом вполне можно. Раз, два, три. Можно на куски поменьше, но мне удобно будет так. Затем нам понадобятся обычные белые бумажные салфетки. Нам нужно их намочить в обычной воде. Ничего выдающегося. Обычная прохладная вода. И каждый кусочек нам нужно завернуть в эту салфетку плотно, чтобы не было никаких пустот и чтобы ни глина нигде не выглядывала. Плотненько заворачиваем. И так каждый кусочек. Можно еще дополнительно намочить салфетку сверху, если вам кажется, что она не насквозь промокла, но мне кажется достаточно. Влажная. Можно даже вот так окунуть и немножко отжать не до конца, но чтобы прям чувствовалось, что бумага мокрая. И так следующий кусок. Так, и последний. Я делаю это впервые. Этот способ я не проверяла, но народ хвалит, говорит, что действительно работает. Вот мы с вами тоже проверим. Затем нам понадобится герметичный контейнер, в который вниз я тоже положила влажные салфетки и еще сверху сбрызнула немножко водой, чтобы они прям вот были мокрые, даже не влажные, а мокрые. Мы туда укладываем эти кусочки. Так как-то постараться, чтобы они все ложились на дно. И сверху мы также кладем салфетку, она тоже должна быть влажная, если необходимо еще дополнительно ее вложить. И прям вот сырую ее сверху кладем. Накрываем крышкой и оставляем на 2-3 дня. И через 2-3 дня мы с вами увидимся и посмотрим, что уже будет. Я держу кулачки, очень надеюсь, что она восстановится, но увидим. Итак, друзья, прошло где-то 2-3 дня. Давайте с вами откроем и посмотрим, что же изменилось. Контейнер герметичный у меня. Достаем влажную салфетку. И вот первый кусочек, я его вчера уже открыла, посмотрела, он влажный, мягкий. Я удивилась, что так получилось. Мы сейчас все будем заворачивать в пленку и нам потребуются зип-пакеты. Каждый кусочек я заверну в пленку. Давайте первый завернем, чтобы он не лип к рукам и нам не мешался. В принципе, для того, чтобы он не лип, используют жирный крем, но я сейчас без крема. Так, ордон, я ворсю. Так вот, заворачиваем, заворачиваем все плотненько. И кладем кусочек в зип-пакет. Это дополнительно изолирует присутствие воздуха. И таким образом будет храниться каждый кусочек. Давайте посмотрим дальше. Развернем и посмотрим, что тут у нас происходит. Я, честно говоря, такой человек, что пока я сама не попробую, я не поверю. Поэтому, когда я вчера разворачивала один кусок, у меня просто отвисла челюсть. Потому что я реально не ожидала, что он снова станет... Она, вернее, глина снова станет белая. Как вы видите, ее нужно только немножко размять. И к ней вернулась пластичность. Она снова мягкая, и из нее снова можно лепить. Это потрясающе. Я уже не надеялась возродить свою глину, потому что в таком она ужасном состоянии была. Вот такая вот мягкая глина. Этот кусочек получше, чем предыдущий. Но тоже он липнет к рукам, поэтому сейчас его буду заворачивать. Я без крема. И будем смотреть дальше. Следующие кусочки. Тоже стали беленькие. Я просто поражена. Реально поражена, потому что я уже не надеялась реально увидеть, чтобы они вернулись к своему изначальному виду. Она немножечко жестковата, но, думаю, если намазать руки кремом, да, и начать ее мять, то она будет более пластичная. Вот, просто я рада, что она действительно в таком состоянии. Я уже не надеялась ее такой увидеть. Так, и последний у нас кусочек. Разворачиваем. Он тоже беленький и тоже мнется. Я просто в шоке. Очень советую этот способ. Если у вас действительно такая же ситуация, как у меня с глиной, очень советую этот способ. Он действительно работает и как будто круто работает. Мы с вами будем лепить. Я посмотрю, как эта глина поведет себя в дальнейшем. Будет ли она держать форму, будет ли держать свои свойства, прочность и прочее окрашивание. И вот сейчас я их упакую и все у меня кусочки будут вот такие вот. Спасибо за внимание. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. Мне будет приятно. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.